Всем привет! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня я хочу поделиться с вами своим любимым рецептом. Очень простой и полезный рецепт постных кексиков, морковных. Сегодня мы сделаем постные морковные кексики. Рецепт уникален тем, что его можно делать как постным, так и не постным. То есть молоко растительное заменить на коровье или козье. Можно добавить вместо растительного сливочное масло. Но я не рекомендую добавлять воду вместо молока. Но и то не всегда молоко нужно, потому что все зависит от того, какая морковка. Зависит от того, насколько она сочная и прочее. Какой сорт муки даже бывает. Еще плюс в том, что у него можно добавлять все, что вам нравится. Любые орехи, цукаты, изюм, чернослив, курагу. Все, что вам нравится. Добавляйте по чуть-чуть, чтобы это была не сильно плотная консистенция. Я вам объясню как. В принципе, все, что я хотела рассказать. Еще его можно запекать порционно, как маленькие кексики, маффины. Можно запекать, как обычный пирог. Иногда я делаю его, как пирог в формочке 18 см в диаметр. И иногда бывает смазываю кремом. Любую свою любимую кремом. Я люблю очень крем чист. Вот. Это все по настроению. Хочется постного, поешьте постного. Хочется такого. Смотря, может, у кого-то аллергия, или кто-то придерживается каких-то философских направлений в питании. Поэтому его можно всем абсолютно, как веганам, так и тем, кто ест молочку и прочее. Так, сейчас я покажу вам, из чего состоит наш вкуснейший кекс. Так, немножко приоделась. Итак, из ингредиентов у нас. В данный момент растительное рисовое молоко. И его нужно совсем чуть-чуть. Подсолнечное масло. Обязательно. Корица. Обязательно. Дальше у нас идет морковь. Морковь желательно именно вот такого сорта, знаете, продается в супермаркетах, мытая морковь. Вот такого сорта. Она очень сочная и очень хорошо запекается. Бывает, я покупала как-то старую морковку, знаете, такую плотную, прям сухую. С ней ничего сделать невозможно. Она плохо пропитается, остаются волокна. Ну и заметно, что у нас есть морковь. Это не чувствуется вообще, даже понятно, что кексик из моркови. Ее нужно почистить, натереть на крупной терке. Можно в блендере. Так, готова морковка. Грецкие орехи. Ну, как я уже сказала, можно любые орехи, цукаты, все, что вам нравится. Сюда. Значит, моркови у нас 200 грамм, либо полтора стакана. Мука у нас получается 180 грамм, 170 грамм, либо стакан муки. И полстакана сахара, либо 100 грамм. Запекать я буду в таких формочках силиконовых. Очень, видите, они у меня уже поношены и очень сильно, потому что я ее постоянно пользуюсь. Покупала в фикс-прайсе, обычная формочка. Чем удобно? Тем, что не нужно ничем смазывать. Просто мы вытаскиваем очень легко наши кексики в итоге. Конечно, еще немного соды. Соду можно погасить. Можно ее кинуть в такую, при высоких температурах она сама начнет пузыриться во время выпечки. Так, ну что, приступим. Давайте к нашей готовке. Ну, конечно, миска и ложка. Так, приступим. Сначала мы берем ложку. Затем высыпаем сюда морковь. Высыпаем сюда морковь. Затем смешиваем муку и сахар вместе с морковью. Бывает. Вместе с морковью. Замешиваем. Сначала может показаться очень сухая плотная консистенция. Но, как-то, мне кажется, от сахара морковь начинает пускать сок. Так, вы здесь поняли, почему я надела партук. Дальше мы сюда высыпаем сахар. Высыпаем сахар. И все хорошенько перемешиваем. Дальше идет растительное масло. Растительное масло обычно я добавляю на глаз. Но нужно примерно 1 третью стакана. Давайте добавим 4 столовых ложки. Я всегда, немеряя, делаю на глаз этот кекс. Всегда просто закидываю ингредиенты. В любом случае это получается вкусно. Невкусно получится. Получился для нас невкусно. Это было, когда я добавила сюда воды. Воды сюда лучше не добавлять. Так, давайте мы немножко уберем наше тесто в сторону. Возьмем доску. И измельчим орешки. Я измельчаю их ножом. Мне так удобнее. Вот, рубленые. Они должны быть не сильно крупные и не совсем в пыль. Так, нарубили орешки. Вот такое примерно получилось у нас. Так, девчонки, мальчишки. Сейчас я включу духовку, потому что нам нужно разогреть духовку до 180 градусов. Возможно, будет немножко шумно. Но я просто не сделаю ничего заранее. Так что я готовлю прямо с вами. Так, включили духовку. Кстати, я надела платочек под ареным братиком. И забрела волосы, потому что нельзя готовить с распущенными волосами. В никаком случае. Так. Насыпаем все к нашему тесту. Опять перемешиваем. Я чувствую, что в данном случае нам все-таки нужно добавить жидкости какой-нибудь. Чтобы консистенция была более жидкая. В общем, должно быть либо плотненькое такое тесто, которое можно замесить руками. Либо лучше, конечно, когда оно похоже на сметану. Консистенция как магазинная сметана. 15% примерно. Так, еще главное не забыть у нас корицу. Потому что она дает обалденный аромат. Корицу не жалеем. Много корицы не бывает. Еще, кстати, можно добавить апельсиновую цедру. С ней тоже очень вкусно. Так. Так, записываю уже какой-то раз, не знаю. В общем, берем рисовое молоко. Можно овсяное молоко. Гречневое. Но не советую, потому что оно дает немножко привкус гречки. Кстати, на тему гречки у меня есть обалденный рецепт хлеба, который я потом вам расскажу. Так, рисовое молоко мы, наверное, нальем немножко, немного молочка. Давайте, например, на 200 или 150 миллилитров. Нальем молочка. Потому что все-таки у нас наливаем, у меня тут получается 150 миллилитров молока. Давайте поменьше, если что, добавим еще чуть-чуть. Давайте посмотрим на консистенцию. Сейчас я вам покажу, какая она должна быть. Слушайте, ну такая консистенция меня устраивает, в принципе. Сейчас мы хорошенечко все это перемешаем. Так, ребят, ну смотрите, вот такая консистенция. Смотрите. Как густая сметана, либо тесто на оладьи. Вот так вот, ненько. Теперь мы все это распределяем по формочкам аккуратненько. До конца формочку не заполняем, оставляем немного места, примерно сантиметр, чтобы они не перелезли через крылья, потому что они хорошо поднимутся. Сейчас я все это уберу в духовку. Духовка уже согрелась. Разложу на противень. Примерно получается где-то 10-12 таких формочек. И уже покажу конечный результат. Итак, наши кексики готовы. Вот такие они получились. Очень нежные. Очень ароматные кексы. И они безумно вкусные. Мягкие. Желаю вам приятного аппетита. Надеюсь, вам очень понравится мой рецепт. Присылайте вопросы. Если что, вы не понятны в комментариях. И до скорой встречи. Очень вкусно. И теперь добавим... Так. Что прикалываешься? Желкие палки. Ну почему ты? Муку и сахар вместе с маркетином. Нет. Так, рисовое молоко. Что у нас? Так, собрались. Наливаем.